Всем привет! Это программа Дополнительное время. Неделя подошла к концу. За эти 7 дней случилось огромное количество побед и поражений. И чтобы имена спортсменов, названия команд не забылись, давайте вместе вспоминать самые яркие спортивные события. На старт, внимание, марш! 11 июня на стадионе Карр закончился турнир ветеранов в честь проведения чемпионата мира по футболу в России. За главный трофей соревнований боролись футболисты из Сарова, Арзамаса, Нижнего Новгорода. Победу одержала команда саровских ветеранов. Серебряными призерами стали футболисты из Арзамаса, бронза и довольствовалась команда Нижнего Новгорода. А вот и результаты городского чемпионата. Динамо из воинской части разгромило Чайку 4-2. Вымпел проиграл Дюшикар 1-3. Арсенал потерпел сокрушительное поражение от команды Буревестник 1-9. Авангард одержал победу над Динамо УВД 4-0. 12 июня на центральном поле Икара прошел традиционный благотворительный футбольный матч. Как и прежде, на поле сошлись депутаты городской думы и сотрудники администрации города. За матч Александр Тихов не единожды спас свою команду, поймав несколько очень сложных мячей. Отстаивать спортивную честь Саровской городской думы он выходит не первый раз. Опыт за плечами богатый, стоял и в воротах, и за нападающих играл. Депутатам трудится уже третий созыв. Уверен, футбол это отличный способ найти в коллективе чувство локтя. Понять тех, с кем вместе приходится решать непростые вопросы. И именно спортивное состязание как нельзя лучше показывает настоящий характер человека. Ты чушь на друзей, ты чушь его отдачу, ты чушь как он борется. Если он боец, он будет и в Думе боец, а так интересны избиратели. Так и здесь он отдается, он трудоголик. Заявив, что главное это участие, команда городской думы с первых минут матча курс взяла все же на победу. В прошлом году в такой же встрече депутаты уверенно обыграли сборную администрации и всеми силами стремились закрепить успех. Но первый мяч влетел в думские ворота. Впрочем, уже в течение нескольких минут команда не только отыгралась, но и утвердила свое преимущество. На перерыв спортсмены уходили со счетом 2-1 в пользу думы. Цифры на табло показали, что победа в игре все-таки важна. Она сплачивает команду победы. Это успех, поэтому все за нее играют. Отдавать преимущество сопернику команда думы не стала и во втором тайме. Один за одним отправив в ворота сборной администрации еще три мяча. Страсти на поле кипели нешуточные. Как и в большом футболе была борьба и даже спорные моменты, когда игроки обращались к судьям. Я человек с 4 лет занимаюсь спортом и привык бы всегда побеждать. Это уже внутри где-то. Поэтому сейчас вы видите, есть и нарушения, есть и грубые какие-то моменты. Это спорт. А спорт это азарт. Поэтому в азарте где-то бывают какие-то нюансы, что начинаешь пускать какие-то определенные жесткие формы. Итоговый счет 5-1. В очередной раз дума обыграла администрацию города. Но главные победители этого матча все-таки зрители, наградой для которых стала яркая игра и настоящие спортивные эмоции. Как мы уже сообщали, на соревнованиях по самбо в Икте сравчанин Юрий Пенегин стал чемпионом России по самбо среди ветеранов. Юрий Пенегин выступал в категории до 100 килограммов в возрастной группе 45-49 лет и выиграл в сухую все схватки. Полуфинал со счетом 6-0, финал 7-0. По итогам чемпионата наш спортсмен вошел в ветеранскую сборную России. Мы встретились с Юрием и расспросили его о победе и любимом спорте. Мастер спорта и неоднократный чемпион мира по самбо. Все эти титулы Юрий Пенегин завоевал уже в достаточно зрелом для спортсмена возрасте. Но заниматься борьбой он начал еще в школе. Тогда тренеры заложили в начинающего борца знания единоборства и научили соблюдать спортивный режим. Я до армии занимался только этим видом. А до этого пробовали и бокс, и легкую атлетику, и кучу кружков. То есть искали, где себя применить. Вот остановились на борьбе, и у нас как-то потянуло больно. На очередных всероссийских соревнованиях спортсмен вновь подтвердил свой статус чемпиона. В городе Выксе прошел чемпионат России среди ветеранов весовой категории до 100 килограммов, где Юрий Пенегин одержал абсолютную победу. Удачно подготовился, подошел к этим соревнованиям. Нормально все. Две схватки провел. Организация понравилась очень. Народу было прилично, приехали в этом году. По итогам чемпионата Юрий вошел в ветеранскую сборную России. На достигнутых результатах спортсмен останавливаться не собирается. Впереди Юрия Пенегина ждут новые чемпионаты России и мира. В Нижнем Новгороде состоялся финал чемпионата России Приволжского федерального округа по баскетболу. За главную награду турнира боролись 11 команд, в том числе и серебряный призер прошлого года Саровский Атом. О всех тонкостях нелегкого матча нам рассказал Сергей Ишеев. Попасть можно туда, выиграв либо область, что мы успешно в этом году сделали, и стали серебряным призером первенства Нижнего Новгорода. Тоже повлияло на попадание. На этом турнире, он скоротечный, проходит там буквально 4 дня. Команды приезжают со всего Приволжского округа. Лучшие команды, которые завоевали в своих округах первые или вторые места призовые, разбиваются на 4 подгруппы по 3 команды. Значит, команды, выигравшие свои игры, занявшие первые места в группе, уже автоматически играют в четвертьфинале. Если ты проваливаешься в группе, ты можешь отлететь, сразу играть с 8 по 12 место. То есть, уже с самого начала турнира, ты должен быть в обойме готов, чтобы показать лучший результат. Что самое интересное, в Казани мы с этой командой тоже играли. У нас был выход в финал. Мы в овертайме выиграли их очко. То есть, встречаемся с этой командой, какой у них мотивации. Приехал в том году какой-то Саров, обыграл их, не пустил их в финал. И встречаются уже в Нижнем Новгороде за 3-4 место. Тоже, как бы, статус хороший, да, и место, и медаль завоевать. Игра получилась еще интереснее. По сценарию шла, как с Саратовым, да, играли. Но здесь был задел сделан. В первой четверти выиграли порядка что-то 11 очков. И в итоге дотерпели, там, ложились ко сми, так скажем, как в хоккей, да, кладутся там под шайбу. Выиграли 3 очка. Сейчас небольшой, да, будет отдых месяца. И будем готовиться к суперфиналу, который будет у нас, наверное, в Москве пройдет. Это уже победители всех округов России. То есть это можно приурочить как к суперлиге, грубо говоря. Стартовало самое знаменательное футбольное событие года – чемпионат мира в России. Как мы и обещали, каждую неделю мы будем рассказывать о самых знаменательных эпизодах текущего турнира. В этом выпуске все об открытии и первом матче нашей сборной. Поехали! Это специальная рубрика FIFA 2018 с Павлом Шпилько. И вновь я приветствую всех любителей футбола. Буквально вчера был дан старт главного спортивного события этого года. Сборная России на правах хозяйки чемпионата мира принимала гостей из Саудовской Аравии. Сегодня я расскажу вам, что было до матча, что мы увидели на поле в Лужниках и что ожидает нас в будущем. К матчу открытия страна подходила только с одной мыслью – господи, только бы не опозориться. И причины для таких размышлений были. Наша сборная ни разу не победила в последних семи матчах. Ну а про игру сборной России шутили буквально все. Особенно отличился Семен Слепаков, который в музыкально-сатирической форме предложил назначить на роль главного тренера Рамзана Кадырова. Таких низких ожиданий не было никогда за всю историю национальной команды. Видимо, все уже привыкли к вылетам в групповом этапе. Несмотря на всеобщий пессимизм, эксперты все-таки предсказывали победу сборной России, пусть и в нервной игре. Прежде чем перейти к самой игре, хотелось бы отметить церемонию открытия чемпионата, которая прошла на достаточно классном уровне. Впереди была только игра. Первый раз Лужники взорвались на 13-й минуте, когда Юрий Газинский после подачи Александра Головина головой вколотил мяч в ворота Саудовской Аравии. Напряжение сохранялось до 43-й минуты, пока Денис Черышев не удвоил счет. Во втором тайме сборная России продолжала атаковать, хотя и меньше владела мячом. На 70-й минуте вышедший на замену Артем Дзюба забил третий гол ворота Саудовской Аравии. Финальный аккорд прозвучал под самый занавес матча. Денис Черышев и Александр Головин забили два мяча в компенсированное время. Один с игры, второй со штрафного. Лучшим на поле, безусловно, был Денис Черышев. Один из немногих футболистов, кто сейчас выступает в Европе. Также следует отметить Александра Головина, главную надежду нашей сборной. Молодого армейца уже сватают в Ювентус. И гол плюс две голевых передачи – это отличная реклама. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!